Любители ломать и разрисовывать остановки в Ангарске будут привлекать к ответственности. С началом весны вандализм общественных мест продолжается. О том, в каком состоянии находятся остановочные пункты и какие наказания ждут местных вандалов, разбирались мои коллеги. Новые остановочные пункты в Ангарске появились около пяти лет назад. Металлический каркас и стекла были сооружены по специальной антивандальной технологии. Сегодня их невозможно узнать. Выбитые стекла и панель, разбросанный мусор, множество надписей и граффити. А это остановка нашей телекомпании. В Ангарске она появилась совсем недавно, но вандалы успели добраться и до нее. Остановка с вывеской телекомпания «Актис» появилась в мае 2021 года. До этого она носила название «11-й микрорайон». Всего же за пять лет город нефтехимиков оборудовал около 40 автобусных пунктов. Каждый год из бюджета местной администрации выделяются средства на их восстановление и ремонт. Но вандалов не останавливают ни буква закона, ни уважение к облику и людям, которые в ожидании автобуса могут укрыться там от ветра, дождя и снега. В случае выявления граждан, которые совершают такие правоправленные действия, заводится административное расследование и выносится штраф вплоть до ареста. Однако, несмотря на призывы и наказания, которые грозят хулиганам, проблема продолжает оставаться актуальной. Правоохранительные органы и администрация Ангарского округа призывают неравнодушных жителей при обнаружении акта вандализма не приходить мимо и сообщать в полицию. А вот любителям порисовать и разрушить городские объекты стоит помнить, что на улицах установлены камеры видеонаблюдения. Егор Сорокин, Александр Черник, Местное время.